Добрый день, дорогие друзья. У нас в гостях сегодня Борис Юлечко-Горлицкий. Добрый день, Борис Юлечко. Добрый день. Здравствуйте, Олег. Ну, наконец-то мы с вами вышли на связь. Вы ездите по Сибири, были в Якутии. С нетерпением ждем ваших новостей, ваших комментариев. Что происходит на земле, Борис Юлечко? Ну, я сейчас вот в Иркутске, был в Якутии только что. Перед этим в Магадане был, еще раз в Якутии. В общем, тут достаточно много объездил. Но могу вам сказать две вещи. Ну, с одной стороны, казалось бы, хорошая новость, ну, по крайней мере, для нас, я думаю, для наших зрителей, что людям Единая Россия и все остальное, что с ней связано, изрядно надоело. Вот это главная эмоция. Тут, кстати говоря, недавно в одном из регионов, просто мне люди запретили говорить в каком, справедливо россы вывесили плакат, что единороссы надоели, и возник дикий скандал. В общем, этот плакат пришлось срочно убирать. А я думаю, почему? И понял, они попали в десятку. Они попали в десятку, потому что главная эмоция, главное чувство, ну, надоели. Надоели, надоело, вот тошнит уже от вас, да? И в этом смысле компания очень интересная, потому что тут сталкивается сразу несколько тенденций. Причем, какой регион не возьми, это все примерно одно и то же. С одной стороны, вот это чувство раздражения, обиды на власть, крайней степени уже такой вот тошноты почти, которую вызывают эти чиновники, начальники. А с другой стороны, все-таки достаточно большая апатия. Нет ощущения, что вот этот вот народ уже кипит. Нет, нет. Народ скорее не кипит, его мутит, понимаете? Это совсем другая эмоция. То есть, если что-то случится со властью, то, я боюсь, она просто скорее захлебнется в рвотных массах, которые извергают наши сограждане при виде вот этих чиновников, понимаете? То есть, это самая страшная угроза на сегодняшний день. То есть, это не люди, которые хотят браться за вилы или еще что-то. Нет. Но это люди, которые просто не скрывают уже своего отвращения. Это вот самое главное, что я вижу и наблюдаю во всех этих поездках. И отсюда, кстати говоря, совершенно не очевидно, что выборы для власти становятся катастрофой, как многие считают. Потому что выборы просто происходят на фоне тотального эмоционального отторжения власти. Но это, повторю, никак не восстание. Даже не электоральное восстание. Поэтому, во-первых, есть реальная возможность, что люди просто не пойдут голосовать. Не пойдут, причем в первую очередь как раз будут стараться уклониться те, кто раньше голосовали за власть. То есть, электорат КПРФ-то пойдет голосовать. Более того, электорат КПРФ сейчас начал очень интересно приманивать, так сказать, притягивать к себе другие электораты или другие группы. То есть, в этом смысле я могу сказать, что если КПРФ сейчас наберет больше голосов, по крайней мере, точно могу сказать, что в Сибири, на Дальнем Востоке это будет именно так, то это будет электорат скорее даже не завоеванный, не присоединенный, а долженный. То есть, это люди, которые говорят, ага, ну мы бы голосовали, например, за Навального, но Навального нет, поэтому будем голосовать за КПРФ. Люди говорят, мы бы голосовали, может, за какую-нибудь либеральную партию, но у них шансов нет, или они все подконтрольны, поэтому будем голосовать за КПРФ. Или люди говорят, мы бы вообще голосовали за какую-нибудь леворадикальную, по-настоящему красную партию, более радикальную, более боевую. Но такой партии все равно не пускают, не дают ей шансов. Поэтому вы голосовали за КПР. И так далее, и так далее. Или мы бы голосовали за социал-демократов, но у нас нет социал-демократов. И так далее. Причем даже вот такие формулировки, что все равно вторая повеличение партии. Поэтому голосовать нужно за них, если хотите избавиться от тех, кто уже вызывает у вас тошноту. Вот, поэтому КПРФ набирает голоса. Но это еще не голоса таких вот рьяных, уверенных сторонников, которые, что называется, в агонии в воду пойдут за этих кандидатов и эту партию. Тем более, что сами кандидаты тоже, в общем, разные. И, ну, кстати, есть довольно неплохие кандидаты и у «Справедливой России», и у «Яблока» бывают вполне приличные и интересные люди. Другой вопрос, есть ли у них шансы избраться. Но кандидаты КПРФ тоже очень разные. От очень умеренных и полностью, в общем, тоже лежащих, как он говорит, под властью, до довольно радикальных и довольно твердых в своих взглядах убежденных. Вот. Поэтому тут картина, повторяю, крайне двусмысленная. Что, с другой стороны, может власть, если не погубить, то сильно подорвать, так это ее собственные идиотские действия. И вот на это, как говорится, не то, что вся надежда, на это интересно посмотреть. Потому что на их месте я бы испытывал, скорее, тревогу и какое-то неприятное чувство. Ну, когда тебя все не любят, то удовольствия в этом мало. Но они начинают испытывать что-то вроде паники. И объясняется это двумя вещами. Во-первых, тем, что они действительно не понимают, чего ждать от этого безмолвствующего народа. Черт его знает. Люди как безмолвствуют, и что-то у них в глазах нехорошее. И черт его знает, что там дальше будет. Но митинги же запретили, не дают даже прощупать пульс населения. Совершенно верно. Поэтому вы смотрите в эти глаза, как было, помните, у Венедикта Рафея, посмотрите в глаза моего народа, что вы там увидите. Вот они смотрят в эти глаза и что-то видят такое неприятное, ежатся, и начинают поэтому психовать. Хотя, может быть, все не так страшно еще. А во-вторых, есть чисто бюрократический механизм. Вот у меня была замечательная встреча с одним довольно большим чиновником. Опять же, не могу просто сказать, чтобы человек откровенно со мной разговаривал. Поэтому не могу его подставить, как говорится, во время одной из этих поездок. Но он меня, конечно, просто поразил. Потому что первая фраза, которую он сказал, когда я задал вопрос о выборах, он сказал, мы заинтересованы, чтобы об этих выборах вообще никто не узнал. Поразительно. Да, а я ему задаю встречу этот вопрос. То есть, вы считаете, что избиратели мешают проводить выборы? Он говорит, ну, конечно. Конечно. Ну, это абсурд, конечно. Ну, мечта тут. Опускать бюллетени какие-то не... Ну, так, вы бы все сделали правильно, да? А тут какие-то людишки, значит, на избирательные участки ходят, заполняют бюллетени. Неизвестно, как заполняют. Черт их знает, как их заполнить. В общем, они нам очень мешают. И он почему-то так вот, не трогав лицо, ответил. Да, конечно. Да, разумеется. Вот. И дальше он сказал другую вещь. Вот в нашем регионе процент Единой России было там, не знаю, около 60, чуть меньше 60. Вы же понимаете, что мы не можем его опустить ниже этого уровня, потому что у нас KPI. Соответственно, если наш регион даст процент ниже, чем в прошлый раз, то, соответственно, мы будем плохо выглядеть перед Кремлем. Нам не будут давать инвестиции. Ну, и вообще как-то плохо у нас будет все. И, соответственно, отсюда следует, что каждый чиновник на своем месте, а это спустится до района, до Дома управа это спустится, условно говоря. Каждый чиновник на своем месте получает указание, что не меньше, чем в прошлый раз. Это напоминает старую советскую практику планирования от достигнутого. И, ну, каждый, естественно, прибегает к своим методам. Но, с другой стороны, планирование от достигнутого. Но есть, опять же, неприятные вещи, что мешают избирателю. Значит, чтобы блокировать... Вот черт побери, а? Вот народишко. Да, да. И чтобы блокировать фактор противодействия избирателей, нужно бросить бюллетени еще больше. Ну, то есть, вот мы, скажем, в прошлый раз бросили какой-то, конечно, бюллетени, и все было нормально. А вдруг в этот раз они проголосуют хуже, да? Значит, нужно бросить заранее побольше. И, опять же, если мы вспомним советскую практику планирования от достигнутого, то, опять-таки, каждый хороший хозяйственник, который понимал правила игры, жил примерно так, что ему нужно было перевыполнить план, потому что не выполнил план плохо. Но перевыполнить план тоже не слишком. То есть, перевыполнить план, чтобы иметь там 101, 102, 102,5, 103 процента. То есть, если он очень перевыполняет план, то его спросят, а слушай, а где ты раньше был? Давай-ка мы тебе просто повысим план в следующий раз. Если он его не выполнит, тоже плохо. А вот если он перевыполнит на 2 процента, на 1,5 процента, то он молодец. У него все будет нормально. И вот я помню еще с советских времен, а сейчас я просто узнаю знакомые темы, вот когда разговаривают, приходил с чиновниками, я просто узнаю эти знакомые темы. Кстати, левопытно, что люди говорят довольно откровенно. Ну, в частных разговорах, естественно, не называемые, но говорят очень откровенно, цинично, спокойно, в общем, без особых переживаний, без угрызнений совести, без каких-то страданий. Ну, вот, доброжелательно, кстати говоря, совершенно без враждебности, без агрессии. Солотка на лице. Ну, просто бизнес, да, ничего личного. Борис Ильич, мы говорим сейчас об Иркутске, правильно, да? Нет, я проехал, говорю, несколько регионов. Сейчас я объясню просто, что происходит. Я сейчас сотрудничаю с... Нет, я вот конкретно по этому чиновнику просто хотел уточнить. Нет, нет, это не Иркутский область. Я вообще не имею права называть, в какой области. В частном разговоре за чашкой кофе он закровенничался. Ну, это просто непорядочно будет. Ясно. Могут просто понять, кто это, да. Потом не надо вам понимать. Потом расскажу. Я вам еще, когда это расскажу. Вот. Но тут суть в другом, что... Я говорю, я сейчас по территориальной группе помогаю Сергею Георгиевичу Левченко. Это ни для кого не секрет. Я об этом говорю совершенно публично. Сергей Георгиевич Левченко, бывший губернатор Иркутской области. Он баллотируется от КПРФ по территориальной группе, куда входят еще Якутия и Магадан. Поэтому я, соответственно, по этим регионам сейчас мотался тоже. И только сразу хочу уточнить, что я не работаю на КПРФ, никак не связан с КПРФ. Это конкретно несколько человек, вполне себе беспартийных, помогают конкретно Левченко. Потому что мы все его считаем, в общем, одним из наиболее перспективных, наиболее порядочных политиков в России. Вот. Но в данном случае интересно то, что, конечно, страна начинает стремительно, по крайней мере, ментально эволюционировать в двухпартийной системе. И другое дело, какие в итоге получатся партии? Скорее всего, это будут не нынешние Единая Россия, не нынешние КПРФ. Сейчас заметим. Скорее всего, это потом будут некие мутации происходить. Но пока вот она движется в эту сторону. При этом, наоборот, политика власти максимально размыть оппозиционные голоса мелкими партиями. Тут возникает вот такой дуализм. Они, с одной стороны, максимально пытаются мелким партиям, что называется, создать режим относительно благоприятствования. Но, с другой стороны, в это же время они начинают бить из всех орудий по КПРФ. Причем зачастую так, что КПРФ даже, на мой взгляд, не заслуживает таких комплиментов. Понимаете? Вот честно скажу. Потому что, когда они начинают говорить, что эти люди хотят революции, они хотят низверно существующий порядок. Ну, знаю я этих людей. Ничего они такого не хотят. Понимаете? А когда вот сейчас, допустим, Рашкина сравнивали с Троцким или с Робеспьером, ну, мне кажется, на месте Валерия Федоровича я был польщен такими сравнениями. Вот. А уж когда Грудина с Савой Морозовым сейчас сравнили буквально на Царьграде сегодня, ну, так это вообще, ну, просто, как говорится, много чести все-таки. При всем моем хорошем отношении к Павлу Николаевичу, ну, в общем, как бы оппонентали одевают новых исторических фигур и новые методы дискредитации какие-то, получается, изощренные. Да, но, понимаете, это еще неизвестно, как сработает. То есть, вполне возможно, что для какой-то части аудитории это будет считано как сигнал, что вот единственная оппозиционная партия, которая имеет смысл поддерживать. То есть, вполне возможно, что это сработает в противоположную сторону. И я говорю, что поэтому проблемой для власти является ее, собственно, идиотская деятельность. Ну, идиотская не потому, что они идиоты, они абсолютно не идиоты. Понимаете, они идиоты функционально. То есть, эти люди не глупые. Я еще раз говорю, я знаю целый ряд своих коллег, которые сейчас работают на власть. Вот. Я точно знаю, что это не идиоты. Это вполне умные, разумные, так сказать, здравомыслящие люди. Но вот они превращаются функционально в идиотов. Понимаете, они оказываются в неком положении, так сказать, выполняют некие задачи, которые заставляют их совершать идиотские действия. А по-другому их достигнуть никак нельзя, да, кроме как применять идиотские методы? А вот я же сказал, в том раскладе, который был создан, понимаете, если бы они сказали, знаете что, а давайте-ка мы вот, давайте-ка возьмем и проиграем эти выборы. Ну, проиграем. А что случится, если проиграете? Ну, дума, она совершенно беспомощная. Она ничего, в общем, не может, по большому счету. Мы прекрасно понимаем, что партия Зюганова никакой, не то что революции, даже маленькой реформы не сделает, понимаете? Ну, будет в лучшем случае вот так, как было в второй половине девяностых или в начале 2000-х, но будет большая фракция КПРМ. Ну и что? Ну что вот, было уже это, ничего не случилось. Ну, если бы они вот так поставили вопрос, ну, не все было бы, не то чтобы хорошо, но не было бы хорошо. Ну, по крайней мере, ну, это привело бы к тому, что они совершали рациональные действия, здравые какие-то, понимаете? Более того, может быть, они бы даже добились большего, значительно большего и лучшего результата. А они стоят вопросом, не пустить никуда, никого, нигде, пресечь все, не просто конституционное большинство, а чтобы не меньше 350 мест для единой России. А почему? Потому что все эти места уже расписаны. Ведь очень важно, все места расписаны. А, кстати, почему места расписаны? Не потому что они такие жадные, что не хотят поделиться. Ну, почему они 350, а не там 320, да? Ну, хотя бы 300, ну, вам хватит, да 300 политически хватит, там и 280 политически хватит, чтобы все держать под контролем. Ну, нет. Знаете почему? Не потому даже, что им нужно иметь конституционное большинство, а потому что места расписаны по конкретным людям. И этому обещали, и этому обещали, и тому обещали, и с тем договорились. А этому нельзя не дать. А за это попросил тот-то. А этот представляет очень важную лоббистскую группу. А этот человек такого-то. Пофамильно, Борис Юрьевич? А, пофамильно. Пофамильно. Поразительно. Понимаете, почему им не хватает мест в Госдуме? Вообще, я как разговаривал с одним политологом, который работал с властью долгое время, он говорит, у него такое впечатление было, что, чтобы вообще все обязательства выполнить, что вообще никто бы не обиделся. Вот, вот, никто. Нужно примерно 600 мест в Госдуме, а там 450. Ну, то есть, кого-то сразу придется обидеть, но, как минимум, вот, хотя бы 350 самых важных людей нельзя обидеть. Понимаете? И чтобы все группировки получили своих представителей, все лоббистские группы, все влиятельные игроки, чтобы кого-то там смогли своих провести, чтобы там, не дай бог, не было у них скандала. Поэтому они ставят вот такие задачи. А из этих задач вытекает уже серия идиотских действий, понимаете? Когда вот, ну, нет у них большинства на 350 мест, понимаете? Реально в обществе нет большинства, близко даже. Вот. А они вот должны это сделать любой ценой. И вот дальше, например, что? Дальше разные технологии фальсификации уже откатываются. Обкатываются. Ну, например, сейчас вот что я видел в нескольких регионах. Видел, слышал, мне пишут, я начал проверять в нескольких регионах. Одна и та же история происходит. Они, скажем, сейчас ставят людей, работников, ну, тех же бюджетников, вахтовиков, кстати, очень часто. Ну, и просто вот людей, которые так или иначе зависят от начальства. Не просто голосовать так, как надо. Вот раньше просто говорили, ты пойдешь, проголосуешь за Единую Россию, ты мне вот еще потом прошлешь фото, копию через телефон, бюллетеня, который это пустил. Это было на прежних выборах. А сейчас, знаете, пошли на следующий уже уровень. Они говорят, ты должен сначала пойти открепиться. Тоже пойти открепиться, и ты открепляешься, и уходишь на другой участок. Причем очень нередко этот участок на соседней улице. То есть, это полный бред. Ну, как, все берут открепительные талоны и идут голосовать в своем же городе, сейчас в своем же районе, но на другие участки. Почему? Ну, сначала думаешь, ну, вот тоже, что за чушь такая? Ку-ку, ну, зачем? Вот. А оказывается, все очень просто. Я три дня сейчас занимался этой темой, разбирал ее. Как раз вот сегодня к вечеру получил уже достаточно большую картину, потому что мне просто начали писать с других регионов. Я пришел к коллегам, говорю, ребят, у вас это происходит? Они говорят, да, происходит. Я говорю, что такое? Ну, еще в один регион пришел. Я говорю, то же самое, один в один, то же самое происходит. Значит, уже разнарядка, значит, все, работает. Оказывается, схема очень простая. Им даже, видимо, не нужны голоса этих людей. Просто на этих участках планируется большой массовый вброс. Ну, то есть, там нужно вбросить, ну, не стандартно много, скажем так, да. Ну, знаете, вот известная история в Бессоновке, когда вот было уголовное дело, и когда пора фальсификации выборов это дело, собственно, пошло в прошлом году. И я привожу эти данные, потому что данные официальные, данные судебного дела. На один реальный бюллетень три вброшенных. Поразительно. Просто такого масштаба. Это действительно тот случай, когда против лома нет приема. А кроме того, что ты сразу понимаешь, что лом принесли зачем-то, да. Ты заранее видишь, что зачем донесут сюда лом. Зачем они несут лом, да. Поразительно. Понимаете, вот понятно, что на этих участках уже планируется вброс вот таких масштабов. То есть, соответственно, им главное нагнать людей, и их спросят, а почему вот так много вот у вас бюллетеней вдруг? И все, конечно, Единая Россия. А почему? А потому, что мы просто почему-то на наши участки все пошли голосовать. Все открепились, пошли на наши участки голосовать. А как они голосуют, это на самом деле не важно, потому что эти сейф-пакеты, видимо, готовы уже сейчас. Сейф-пакеты за первые два дня уже готовы. Они уже где-то лежат складированы. Им просто нужно достаточно людей, чтобы оправдать уже сделанный бюллетень. Создать картинку. Не только бюллетень уже есть, избирателя, который его опустил, еще нет. А бюллетень готовый, заполненный, уже есть. И надо подогнать избирателя, чтобы, так сказать, присоединить к бюллетеню. Понимаете? Вот в чем. То есть, как фильм, пущенный задом наперед. То есть, сначала у вас уже есть результат, а потом вы должны людей доставить, которые вот этот результат вам как-то оправдают. И вот, понимаете, ну что это такое? Это идиотское поведение, на мой взгляд. Но, с другой стороны, по-своему виду, оно эффективно. Они же чего-то добиваются и посмотрят, что будет 19-го числа. Как общество отреагирует? Ну, в любом случае, тут они провоцируют, конечно, очень большое раздражение. Причем еще одна интересная вещь, что мы были вчера, например, с Левченко, были в Улусах в Якутии, да, то есть в деревнях. Ну, понимаете, вот люди, по крайней мере, может, потому что это были люди, которые политизированы, пришли на встречи, но они прямо задают политические вопросы. Понимаете, вот мы думали, что они будут говорить о ценах на морковку, да, о том, что дрожжают горючие смазочные материалы, что коров кормить нечем. Ну, фермер рассказывал, наверное, довольно грустные истории. Ну, и все в таком духе. Ну, это тоже было, были эти истории. Но при этом люди начинают задавать вопрос, а вот почему вы думаете, что выборы будут честные? Мы уже ждем фальсификации, да, мы уверены, что нас опять обманут. А вот что вы 30 лет делали, почему вы до сих пор все выходите на выборы, а не можете ничего изменить, да, вот что-то надо делать как-то по-другому. Вот, и, ну, про запреты в интернете говорили, да, то есть про то, что вот какое безобразие, что запрещают, закрывают оппозиционные сайты и так далее. То есть люди, ну, не скажу в глухом месте, это все-таки не так далеко от Якутска, но тем не менее там еще от Якутска надо ехать несколько часов, понимаете? Люди, во-первых, смотрят все равно интернет, смотрят те же самые сайты, вот они, может, вас смотрят, по крайней мере, я вас потом запишу, я на Якутии вас потом сброшу, коллега в Якутске, да? Вот, и уже вот, что-то другая картина, понимаете? Ватсап есть у всех буквально, по всей республике, понимаете? Поэтому... Цивилизация добралась. Не просто добралась, в Якутии там, по-моему, вообще без Ватсапа сейчас жить невозможно, потому что у всех Ватсап, у всех Ватсап, а что, расстояния большие, ну, что делать? Общаться же хочется, они, кстати, любят поговорить, вот, и, ну, поэтому интернет уже добрался, и я не скажу, что телевизор проиграл холодильнику, но я вам сказал, что интернет сделал бессмысленную битву холодильника и телевизора, просто уже другая история началась совсем. Борис Ульич, вопрос по поводу пожаров, конечно же. Что там вообще, как вообще эта ситуация, как была на местах и какая картина на сегодня? Ну, я первый раз был в Якутске между двумя пожарами, и, то есть, помните, это была первая волна пожаров, потом немножко стало полегче, пошли дожди, и все так вздохнули уже с облегчением, что чуть полегче, и потом пошла вторая волна. И я как раз был между волнами, то есть в относительно благополучный момент, причем, интересно, я вот иду по улице, я надеваю маску, естественно, потому что гарью просто пахнет. И я единственный в маске вообще на улице. Я говорю, ну, товарищи, а вам что, ничего? Ты ничего, мы привыкли уже. То есть, нормально. Такой воздух, да? Ну, это я обратил внимание, у вас в одном из коротких роликов, вы говорите о том, что это не туман, а это дым. То есть, это прямо дым на улицах. Да, дым на улице, да, просто дым. Дым, и не видно ничего. Ну, над Леной немножко получше, а так вот прямо выходишь на улицу, и просто белая такая мгла. Вот, я так говорю, это были хорошие дни. Знаете, как вы здесь прииграете. Это была белая полоса, да? Когда психолог говорит пациенту, что вы не переживайте, все нормально, жизнь как тельняшка. Белая полоса, черная полоса. Сыграла ли ситуация с пожарами, и сыграет ли она на предпочтение в ходе выборного процесса? Сыграла, уже сыграла очень сильно. Потому что выяснилось полной беспомощностью власти. Ну, во-первых, конечно, всех страшно раздражало, что помогали Турции в то самое время, когда горела Якутия. Не то, что плохо относится к туркам. Никто про сектору ничего не имеет, но давайте начнем все-таки со своих пожаров. И, во-вторых, еще одна вещь очень важная, что очень много делали волонтеры. То есть, получается, что государство не справлялось. В это время волонтеры, например, собрали деньги, покупали сами оборудование, сами выходили на тушение пожаров. Ведь чиновники часто говорили, что эти пожары тушить нецелесообразно. То есть, мы потратим больше денег на тушение пожаров, чем, условно говоря, сохраним или сэкономим на сохранении леса. Какой это будет иметь экологический эффект, естественно, их не волновало. Там чистая экономика, чистый рынок. Но волонтеры были, их было очень много. Я с одним из организаторов волонтерского движения беседовал. За несколько дней просто поднялось очень массовое движение. И люди сами выезжали, помогали, деньги собирали. В общем, такая вот мобилизация низовая была в Якутии. И, ну, не знаю, насколько это изменилась ситуация, насколько спасло лес. Но то, что это был ответ общества на бессилие и беспомощность власти, это совершенно понятно. И, конечно, особенно местная власть провалилась в этом смысле. При том, что они, кстати говоря, может быть, менее виноваты, объективно. То есть, им просто федералы не помогали. Но что там делали федералы, а что не делали, это еще надо додуматься. А вот беспомощность местных была видна просто невооруженным глазом. Просто конкретно. Поэтому сейчас авторитет региональной власти республиканской в республике Саха-Якутия, конечно, очень упал. И, кстати говоря, возможно, именно поэтому они будут себя вести хуже на выборах, чем обычно. Потому что мне всегда говорят, что в Якутии считают относительно честно. И помните, вот у них 40% было против поправок Конституции. То есть, очень высокий процент. У них Грудинин набрал довольно много, 27%. То есть, среди прочего, ну, как-то считали по-честному. Первый приезд, еще когда только первая волна пожаров прошла, мне говорили, а что вы-то нас пугаете фальсификацией? Да у нас все нормально. У нас все считают, вот как есть, так и считают. И ничего такого у нас не будет. А вот второй приезд, спустя совсем недолгое время, после второй волны пожаров, просто все говорят о основном фальсификации. Какая, как она будет, с каких масштабов и так далее. И, кстати, они к этому не готовы, потому что они не привыкли, что с ними так обращаются. Но, с другой стороны, это свидетельствует о том, что местное руководство чувствует себя слабым. И именно поэтому нужно перед центром сейчас максимально отличиться. То есть, дать хороший результат, повысить KPI. Ну, ладно, мы там с пожарами не справились. Кстати, в том числе потому, что сами федералы не помогли. Но зато, вот видите, зато мы сейчас Единую Россию хорошо подтянули. Ну, и поэтому пожар сработал, конечно, как агитация против власти, безусловно. И, кроме того, еще есть одна такая очевидная вещь, что в Якутии же все эти проблемы пожаров накладываются на другие проблемы. В том, что сельском хозяйстве, например, очень трудно. Все жалуются на нехватку дотации. Или вы нам, ну, как вот, либо закрывайте, либо дайте нормальные дотации, чтобы все это могло работать. Что это, дотации не для того, чтобы просто выбрать так работу, а чтобы внести современные технологии, оборудование хорошее закупить, провести какие-то работы, после которых компании, ну, или фермерские вот эти хозяйства выйдут на уже более-менее приемлемый уровень рентабельности. Ну, а, в общем, до такой степени это не делается. То есть все, ну, там, опять же, мне рассказывали, что, ну, это сельхозрайоны, да, где вот вчера были, что, ну, допустим, на литр молока, вы не поймете, на литр молока 50 рублей дотации. 50 рублей дотации на литр молока. Но при этом на оборудование, на технику, на, в общем, на то, чтобы провести воду туда, куда нужно, на это денег никто не дает. То есть, может быть, не нужно 50 рублей на каждый литр отдавать, понимаете? А просто нужно сразу дать достаточные деньги, потому что мы приходим к ферме, у него комбайн стоит. Я говорю, а что комбайн? Она говорит, комбайн, ну, он уже 20 лет не работает, но на запчасти разбирает, понимаете? Вот лучше дайте им комбайны нормальные, понимаете, один раз. И потом, может быть, не нужно 50 рублей на литр давать, понимаете? То есть, неэффективность, очевидно, и всем просто, вот, бросается в глаза. И тут вот с пожарами такая же неэффективность, понимаете? Ну, власть не справляется, вот такое общее настроение. Совершенно очевидно. Борис Юрьевич, еще один вопрос на сегодня, и так у вас уже поздно. Не потушило ли пожар вот эти вот единовременные выплаты, пожар возмущения? Ну, я этого не видел, но есть социология. Социология показывает, что, да, немножко повысился рейтинг Единой России на 2-3%, то есть, повышение было после этого, но они-то, я так думаю, хотели создать встречный тренд, так сказать, что будет все время повышаться и как-то еще, то этого нет. То есть, чуть-чуть приподнялось, но это на уровне флуктуации. То есть, нельзя сказать, что эффекта не было, но он явно меньше того, на который рассчитывали. Это очевидно. И заметьте, что сейчас регионы стали тоже давать свои дотации дополнительные. Почему? Да по той же самой причине, которую я вам сказал вначале. Нужно КПИ поднимать. Соответственно, как-то вот повысить рейтинги Единой России, или, по крайней мере, объяснить, почему он у вас так вдруг повысился. Понимаете? И там даже смешная вещь. Но кто-то дает по 10 тысяч рублей, скажем, педагогам или врачам. Кто-то дает по 5 тысяч рублей. Кто-то вообще по 2,5 тысяч рублей выдает, потому что денег совсем в бюджете нет. И, понимаете, федералам-то легко. Они скажут, а вот от широкой души. Давайте, скажем, 500 миллиардов выделим на какие-то дела и вперед. Где вы их достали? Ну, хотим в фонде национального благосостояния. Хотим в том же пенсионном фонде за счет экономии, которая у них случилась. Примерно за счет массового вымирания пенсионеров. У них как раз те же самые 500 миллиардов сэкономлено. То есть, ну, как хотим, так вот достанем. Ну, напечатаем эти деньги просто. Пойдем, попросим Центробанк, он нам напечатает там эти 500 миллиардов. Понимаете? А регионы-то такого сделать не могут, понимаете? У них нет этих денег, которые могут из тумбочки взять. У них тумбочки-то нет такого. Ну, могут, конечно, взять из тумбочки губернатора, но губернатор свои тумбочки не даст, понимаете? Вот. И поэтому, в общем, там тоже напряжение. То есть, денег нужно давать, а их нет. И вот кто сколько может, столько и дает, по мелочи. А все видят, что это мелко очень. Мелко и как-то жалко. Спасибо большое, Борис Юрьевич. Мы будем с вами на связи. И надеемся, что в ближайшее время мы сможем также поговорить и с вами, и с представителями местных политических элит по региону. Обязательно. Будем продолжать. Субтитры сделал DimaTorzok